добрый день уважаемые зрители видео канала планета дзюдо я роман карасев и сегодня в рубрике библиотека боевых искусств я хочу представить вам очень интересную книгу из моей библиотеки и которую также хочу порекомендовать всем кто практикует изучает боевые искусства и системы самозащиты системы оздоровительных гимнастик все это взаимосвязано эта книга известных американских профессоров Эдварда Хоули и Дона Фрэнкса книга называется руководство инструктора оздоровительного фитнеса вот такая книга она появилась у меня в моей библиотеке достаточно давно с того момента как она была издана на русском языке в 2004 году вообще эта книга вот ее оригинальное название и вот название на русском языке книга выпущена в 2004 году издательством олимпийская литература город Киев Украина вообще изначально книга была выпущена в девяносто восьмом году оригинальное на английском языке третье издание да было вот здесь даже написано но в последующем была перейдена на русский язык для русско читающей публики для тех кто интересуется индустрией оздоровительного фитнеса индустрии вообще здоровья вот такая интересная книга она очень объемная то есть во первых она таком крепком переплете да и достаточно объемная более 300 страниц очень полезная книга и для тех кто только начинает преподавательскую деятельность те кто сам занимается очень много информации может подчеркнуть из этой книги и вначале я хочу как обычно прочитать аннотацию в начале этой книги в начале каждой книги есть небольшая аннотация о чем это руководство является наиболее современной и подробной книгой для фитнес профессионалов в нем представлены последние достижения в области оздоровительного фитнеса показано значение двигательной активности и фитнеса как важнейших и необходимых элементов для сохранения здоровья человека и профилактики различных заболеваний приведены практические рекомендации по разработке безопасных и эффективных фитнес программ для различных групп занимающихся методическую базу составляют материалы лекций и семинаров проведенных на сертифицированных курсах американского колледжа спортивной медицины одной из ведущих в мировой фитнес индустрии профессиональных организаций сертификат этой организации сокращенно а к см является золотым стандартом профессионализма инструктора оздоровительного фитнеса в США Канаде и многих других странах и эта настольная книга инструктора оздоровительного фитнеса призванная оказать помощь всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни для инструкторов оздоровительного фитнеса фитнес тренеров спортивных врачей реабилитологов студентов и аспирантов, которые готовятся работать по этим специальностям, а также для всех, кто хочет самостоятельно укрепить свое здоровье и продлить долголетие. Как мы видим по описанию к началу этой книги, на самом деле книга достаточно авторитетных и авторитетной организации и авторитетных специалистов. Значит, о чем хочется сказать, что книга имеет несколько глав, значит, я сейчас точно вам скажу, она имеет пять глав, каждая глава имеет, точнее, пять частей и каждая часть имеет свои главы. Ну, хочу также зачитать, какие есть, значит, части, для того, чтобы мы имели общее представление вообще о значимости этой книги. Часть первая – двигательная активность и здоровье. Несомненно, тут это очень важная часть, где рассматриваются, подставятся такие вопросы, как взаимосвязь двигательной активности и здоровье, что нам известно о двигательной активности и так далее. Очень интересная информация, которая расширит знания тех, кто занимается в этой области, фитнес-индустрии, боевых искусствах, потому что это все-таки взаимосвязано. Также очень в этой части, в первой части есть очень интересная глава, как оценка состояния здоровья. Зачастую мы упускаем этот момент и, как бы стремясь бежать впереди, забываем все-таки, что для того, чтобы начать, надо все-таки понимать, на каком мы этапе находимся. Особенно это касается тех людей, которым уже перешагнули определенный воз, возрастной барьер. То есть, это очень важно. Часть вторая – это научные основы двигательной активности и фитнеса. То есть, мы видим, что эта книга не просто так написана, то есть, здесь есть научные обоснования. Вот, допустим, есть такая глава, как «Физиология мышечной деятельности», «Основы анатомии и биомеханики», «Измерение и оценка». То есть, достаточно такие научные базы, которые можно также использовать в своих педагогических тренировочных учебных программ и деятельности. Есть глава третья, которая называется «Физический фитнес». В нее входят такие главы, в эту часть, как питание, состав тела, расход энергии, кардиореспираторная подготовленность, силы и выносливость мышц, гибкость и функции поясничного отдела позвоночника, личность, стресс и здоровье. То есть, достаточно объемная третья часть, много тоже информации, которая важна, которая, конечно же, может быть уже многим известна, но она дополняет и расширяет знания в области как не только занятий боевыми искусствами, занятий оздоровительными практиками, но и также в понимании вообще, что такое здоровье, что такое двигательная активность и что такое вообще наука о здоровье. Часть четвертая – это программирование фитнес-занятий. Ну, по сути, фитнес-занятий можно также рассматривать как вообще программирование всех занятий, так же, как и в боевых искусствах, так же, как и в оздоровительных практиках. Допустим, в ней есть такие главы, как изменение образа жизни, выбор упражнений для развития кардиореспираторной подготовленности, фитнес-программа и руководство занятиями, электрокардиограмма и лекарственные средства. То есть, часть четвертая – программирование фитнес-занятий, достаточно обширно, тоже имеет несколько глав и тоже очень информативно. Часть пятая – рекомендации по программированию фитнес-занятий. Здесь такие главы, как профилактика и лечение травм, аспекты административной деятельности, управление руководством фитнес-программами. То есть, здесь мы видим, тоже есть много интересных компонентов, которые заложены в этой пятой части, которые позволят улучшить качество занятий, качество уроков, качество вообще тренировочного процесса. Значит, что хочется еще раз сказать, дополнить, что книга дополнена приложениями. Здесь есть раз, два, три, четыре, пять приложений, такие как ответы на примеры для анализа, расчет потребления кислорода, выделение углекислого газа, рекомендуемые наборы пищевых веществ и дозы их потребления, наборы продуктов питания на 1800 калорий, используемые единицы измерения их сокращения и преобразования. То есть, приложение тоже достаточно объемное и много интересной информации. И в заключение здесь есть очень хорошие также, эта книга дополнена словарем, то есть, здесь есть такие, значит, определения многих терминов, многих медицинских, спортивных, физкультурных, оздоровительных названий. Ну, вот для примеров, вращение, что такое вращение? Вращение, да, вращение это движение кости относительно продольной оси, там, вращающий момент, гиперкликемия, давление насыщенного, ну, в общем, много-много, коронарный тромбоз, много таких и медицинских, и физкультурных, и спортивных, и реабилитационных, и анатомических терминов, которые раскрыты в понимании, потому что иногда бывает, порой мы думаем, что мы знаем, что это, да, за слово, но не можем объяснить. Вот здесь есть описание, значит, этих всех терминов. И в заключение здесь есть также список литературы, который использовался при написании этой книги этим авторами, то есть, ну, при написании этой книги, то есть, эти лекции, за какие года и так далее. То есть, здесь тоже можно посмотреть, можно потом будет в интернете или где-то и найти эту литературу для того, чтобы было больше понимания. Книга, в основном, она, ну, во-первых, она очень хорошо напечатана, да, и много текста, много информационного текста, многие важные моменты в книге, они выделены, специальные рамочки, да, чтобы акцентировать внимание на это. Есть хорошие рисунки с описаниями всего, то есть, по сути, это такой, на самом деле, практически, прочитав эту книгу и имея эту книгу у себя, практически вы прослушали академический курс лекций, да, и вы практически, можно сказать, уже можете стать, ну, то есть, практически дипломированным специалистом. Да, по крайней мере, теоретически. А если вы еще имеете практический опыт, да, вы занимались каким-то видом физической деятельности, там, бегом, велосипедной ездой, боевыми искусствами, каратэ, самбо, айкидо, дзюдзюцу, ниндзюцу, ушу, цигун и так далее, это даст вам возможность еще больше расширить диапазон или кругозор ваших знаний. Поэтому такая книга Эдварда Хоули и Дона Фрэнкса «Руководство инструктора зрительного фитнеса на русском языке», которая была издана в 2004 году, я ее рекомендую. И эта книга дополнит библиотеку каждого мастера боевых искусств, каждого мастера, кто практикует, изучает боевые искусства и оздоровительные практики. Так что еще раз рекомендую, изучайте себя, изучайте боевые искусства, будьте здоровы, до новых встреч!